Всем привет! Это Stay Home подкаст, специальные выпуски подкаста «Ничего нового» в рамках гастрольной программы коронавируса по планете Земля. Нет, на самом деле всё очень серьёзно, и я разговариваю с разными людьми, которые находятся в режиме самоизоляции. Сегодня у меня на связи Женя. Привет, Женя! Привет, Денис! Как твои дела? Как настроение? Сила, хорошо. Настроение тоже, в принципе, хорошее. Скажи, где ты сейчас находишься? Я нахожусь в Могилёве, у себя дома, одна с кошкой. Это у тебя самоизоляция или не получается пока что? Да, я на самоизоляции с 19 марта уже. Именно с 19 марта я перешла на удалённую работу, ну и вот как-то пока что так. Расскажи, как это случилось? Почему ты решила 19-го уйти на самоизоляцию, хотя тогда казалось, что да ещё и очень многие люди находятся на воле? Да, вообще я не планировала самоизолироваться, просто именно как-то тогда на той неделе моим коллегам заказчики прислали письма, где они в таком очень серьёзном тоне отправили всех на удалённую работу. И я как-то задумалась, что, наверное, мне бы тоже стоило, потому что я езжу на работу, туда-обратно в общественном транспорте, и это как-то не очень безопасно. Вот, я обратилась к своему менеджеру, и он мне разрешил работать из дома. Супер. Как тебе даётся самоизоляция? Что она из себя представляет? Ну, я работаю из дома, временно прекратила посещать свои тренировки по танцам и занимаюсь спортом дома. Из дома я стараюсь выходить реже, но не реже одного раза в день, просто чтобы, знаешь, развеяться, подышать свежим воздухом. Ты всё-таки выходишь иногда, да? Да. Я гуляю в безвлётных местах, благо рядом есть, и возле Днепра, и также по мере возможности я продолжаю бегать. Бегаю я также в безвлётных местах, и стараюсь выбирать время, чтобы людей было немного. Ну, это обычно или утро, или какое-то рабочее время. Вот. Скажи, ты как-то готовилась к самоизоляции? Как выглядела закупка каких-то товаров? Что закупалось? С чем столкнулось? Угу. Как сейчас выживаешь, как обновляешь припасы? Я так понимаю, ты ходишь в магазин всё равно, да? Или как-то... Да. Сейчас расскажу. Значит, с чего всё началось. Самое главное, я оплатила интернет и привезла рабочий компьютер домой. Вот. Я не закупалась как-то масштабно продуктами. Сейчас я хожу в магазин, хожу в маске, и просто стараюсь брать в магазине побольше, чтобы реже выходить. Гречку и туалетную бумагу в огромном количестве я не покупала. И единственное, что я купила по упаковке, знаешь, любимых каш, потому что пошли какие-то новости, что с импортом круп будут проблемы из-за карантина и закрытия границ. Вот. Паники у меня нету. Я не думаю, что возникнет проблема дефицита товаров. Они подорожают, да, но купить, я думаю, их можно будет. Скажи, что для тебя самое сложное в самоизоляции? Вот теперь, когда уже прошло больше двух недель? Угу. Ну, я редко выхожу из дома, и, опять же, если выхожу, то я дистанцируюсь от людей. И, конечно, мне не хватает живого общения. Все общение с родными, друзьями происходит онлайн, и, ну, это все-таки не то. Но могу сказать, что жизнь стала неспешной, появилось больше свободного времени, и это время наедине с собой, со своими мыслями. И это очень хорошо. Хотя вот я шучу, что будет скоро, как в твите Чилика, может быть, ты видел мой ретвит, что каждая квартира станет маленькой дуркой. Да, я тоже ретвитил этот твит. Да. То есть, ну, вот раньше я куда-то постоянно спешила, знаешь, старалась заполнить каждую минуту своего времени чем-то полезным, чем-то, что будет развивать меня, что в будущем принесет мне какой-то профит, деньги, возможности. Но сейчас вот именно на самоизоляции я позволяю себе прислушаться к своим желаниям и делать то, что хочется, а не то, что нужно. Хочется мне полежать пузом кверху, я лежу. А, здорово. Да, и это, конечно, плюс этой ситуации. Может, эта ситуация вообще научит людей, кто останется в добром здравии и умственном, и вообще по здоровью, научится как-то внимательнее относиться к себе, к своим желаниям, к своим каким-то внутренним голосам. Да, слышать себя научится. Да. Скажи, ты для себя чисто какие-то перспективы вот так продумываешь, что будет дальше? Потому что каждый... Я не хочу, чтобы ты предсказывала будущее, я просто хочу услышать, какие ты для себя ставишь какие-то, не знаю, сроки, что будет, когда будет. Вот. Ну, перспективы лично для меня немного пугающие. Я, конечно, я тут еще паникер, но стараюсь держать себя в руках. Я думаю, что в ближайший месяц наступит самый пик этого кризиса вот у нас в Беларуси, да и, в принципе, во всем мире. И очень хотелось бы его пережить и пережить с минимальными потерями, какими-то человеческими и экономическими. Но в то же время я верю, что человечество справится с этой проблемой, вынесет из нее урок, сделает какие-то выводы и будет развиваться дальше. Но, наверное, уже по какому-то другому пути. Ну, условно говоря, ты пока не планируешь летний отпуск? Нет. Вообще как-то я не строю никаких планов. И если не удастся съездить отдохнуть этим летом или в этом году, то я съезжу в следующем. То есть, ну, как-то ничего не планировала. А что на осень? Что думаешь, может, что-нибудь куда-нибудь осенью? Вот мой самый первый гость подкаста, он все-таки надеется по осени во Флориду сгонять. Я бы очень хотела к морю. И если будет такая возможность, если будут финансы, то, конечно, я бы рванула к морю. Я почему-то думаю, что нас ждет какое-то такое, знаешь, долгое, очень горячее, такое пыльное лето, которое вот оно все будет тянуться, тянуться. Ну, к сожалению, у меня не самые позитивные мысли. Смотри, раз мы уже тут заговорили о перспективе, может, ты тогда и расскажешь, что ты хочешь сделать самым первым, когда все закончится, когда снимут все ограничения. Их у нас еще толком не ввели, на самом деле, но я думаю, что их введут. И когда жизнь вернется в прежнее русло, что ты сделаешь? Ну, мои планы, мечты, они такие немного тривиальные. Я все думаю о том, что, наверное, первым делом я пойду в кафе на завтрак, чтобы вот сидеть в окружении людей, наслаждаться их обществом, а не дистанцироваться, как сейчас, быть в окружении голосов, смеха, музыки. Вот. Еще я частенько думаю о том, как было бы круто пойти после всего этого в безбашни, пропустить пару коктейлей и обсудить с другими вообще, какие мы крутые, что мы пережили это. И вот ты только представь, что, возможно, нас будут писать в учебниках истории, и, возможно, твой подкаст будут слушать ученики какого-нибудь, не знаю, 10-го Б-класса и обсуждать все, что мы говорим. По-моему, это прикольно. Это здорово. А я еще вот, ты рассказывал про то, что сделаешь, и я подумал, что вот сейчас очень многие вещи, которые нам казались еще абсолютно, ну, как бы естественными, как, ну, не знаю, там вот в феврале была публичная лекция Полины Гамаюн, и вот сейчас она кажется, ну, как будто это вообще из прошлой жизни немного, потому что, ну, сейчас ее проведение, ну, было бы и нелогичным, и, наверное, невозможным, и каким-то очень глупым, да, потому что... Да, я тебя понимаю. Вот, или там, там, летом мы собираемся, смотрим фильмы под открытым небом, да, и вот, то есть как, что, что, то есть вот многие вещи нам казались естественными, и мы их не придавали какой-то большой ценности, и они сейчас для нас, пока, я думаю, несколько месяцев в ближайших будут недоступны. И вот ты сейчас говорил про лекции, и я подумала про большой городской пикник, это я очень люблю и жду это мероприятие, и вот я сейчас подумала, что, возможно, в этом году его придется пропустить или перенести, и как-то немножко взгрустнулось. Ну, я очень надеюсь, что до конца июня, а он обычно уже сейчас, его время немного перенеслось на конец июня, что, возможно, все немножко растолкается, хотя надежды, конечно, немного. Но в любом случае большой городской пикник можно будет провести потом и в июле, и в августе, дай бог, чтобы все было просто хорошо. Да. Хорошо, смотри, будем немножко закругляться, и поэтому дай свой совет другим людям, кто находится в изоляции, либо тем людям, которые почему-то еще, даже когда у них есть эта возможность, они еще себя не изолировали. Ну, мой совет тем, кто находится в самоизоляции, это не падать духом, потому что я прекрасно понимаю, какие это эмоциональные качели, особенно когда ты находишься один, сам с собой. Но морально вы не одни, и вы большие молодцы, что приняли такое ответственное решение, сознательное решение, и остались дома. Я равняюсь на вас. Я каждый день захожу на сайт Я Дома Бел, вот, смотрю, кто там что пишет. Мне это немного повышает настроение. Ну, а тем, кто еще не самоизолировался, но есть такая возможность, я бы, наверное, пожелала, ну, я не знаю, включать в мозг, это, наверное, слишком грубо, но включить какую-то гражданскую ответственность и подумать о том, что от вас сейчас многое зависит, и сейчас вы можете сделать намного больше, чем вы думаете. Круто, круто. Спасибо большое, Женя. Это было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо тебе. Особенно, особенно, что я вот тут все то Варшава, то Торонто, вот теперь вот буквально землячка. Очень здорово, береги себя, надеюсь, что ты не подцепишь эту заразу, и все будет классно, и мы обязательно еще увидимся на всяких общественных лекциях, на пикниках и на всяких кинопросмотрах, и все будет круто. И тебе здоровья, Денис, спасибо за интересную беседу. Вы слушали Stay Home подкаст. У микрофона был Денис Васильков. Это специальный выпуск подкаста «Ничего нового», в котором я разговариваю с самыми разными людьми со всей планеты практически. Уже было Варшава, Торонто, теперь Могилев. В том, как они живут в режиме самоизоляции, делаю это для того, чтобы осталась какая-то память после этого всего, и для того, чтобы поддержать нас друг друга, всех тех, кто последние недели, а для некоторых уже и месяцы, находится в заперти и серьезно ограничил свои контакты. Берегите себя, скоро услышимся, пока!